Русская служба новостей Русская служба новостей Русская служба новостей Русская служба новостей Русской службы 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 новостей Мы втроем дадим развернутое интервью и свое видение не только я представлю Астаму Райба, но и другие кандидаты, президенты и вице-президенты. Отвечая на вопросы журналиста, Вастамур Кокали рассказал о том, какими будут его действия в том случае, если ЦИК все же откажет ему в регистрации в качестве кандидата в президенты Абхазии. Он также выразил непонимание сложившейся ситуации. Вчера было заседание по нашему вопросу, по вопросу нашего штаба, по вопросу штаба Отрба и Анкваб. Семь на семь поделились, насколько мы знаем, члены ЦИКа при голосовании так и не было принято решение. Но нам говорят, что все нормально, ждите, ждем. Но просто если мы уж получаем негативный ответ, то может быть стоило его получить раньше, мы бы успели пройти суд. Высказывание Вастамура Кокали прокомментировал председатель ЦИК Абхазии Томас Гоги. Он рассказал о том, как проходило заседание комиссии ЦИК 24 июля. И почему вопрос рассмотрения регистрации Кокали, Анкваб и Отрба был отложен. В состав ЦИК по закону входит 15 человек, но реально сегодня у нас 14 человек. А кворум достаточен 8 человек. Понимаете, большинство от списочного количества, когда работа комиссии признается законной, и в случае отсутствия кворума комиссия заседать не может. Поэтому кворум у нас был, но через тем, что просто кворум недостаточен был для того, чтобы принять данное решение, решение разделилось как «за» и «против», и решение не смогло быть принятым. Поэтому мы приняли решение дождаться последнего дня. Последний день гарантированно обязывает нас принять решение, даже если мы не сможем добиться явки большинства, подавляющего большинства, членов ЦИК. ЦИК работает в рамках закона, и любая предвзятость исключена, подчеркнул Томас Гоги. Какие бы мнения в обществе не было, никто не задался целью кого-то, вы понимаете, там вот специально выводить из гонки. Я хотел бы предостеречь всех, чтобы обстановку не нагнетали. И если наше решение не устроит, вот этих трех претендентов, кандидаты, они имеют право в течение пятидневных сроков жаловать в Верховном суде наше решение. И окончательную точку может поставить только Верховный суд. Уже буквально завтра по этому вопросу Центральная избирательная комиссия Абхазии примет окончательное решение. И мы вам об этом обязательно сообщим. Алика Трапш, Степан Мартиросян, Томас Чиковани, Абхазское телевидение. Государственное управление Республики Абхазия по транспорту и комитет промышленности, транспорта и энергетики Республики Южная Осетия заключили соглашение о международном автомобильном сообщении. Согласно соглашению, будет создан маршрут Сухум-Владикавказ-Цхинвал. В церемонии подписания приняли участие чрезвычайный и полномочный посол Республики Южная Осетия в Республике Абхазии Олег Бациев и начальник департамента стратегического сотрудничества Джимал Бганба. Документ с абхазской стороны подписал начальник государственного управления по транспорту Рабистан-Габлия. Со стороны Южной Осетии председатель комитета промышленности, транспорта и энергетики Бадрат Санакоев. Транспортное сообщение обеспечит приезд наших южно-осетинских братьев в Республику Абхазию и обратно из Абхазии в Южную Осетию. Маршрут будет Схинвал-Владикавказ-Цухум. Они будут курсировать не только в летний курортный сезон, круглый год. Я думаю, что сегодняшнее наше подписание – это еще один шаг к нашим братским отношениям. Мы сделали шаг на пути к укреплению торгово-экономических связей между двумя братскими республиками, в том числе в сфере туризма. Как известно, Республика Абхазия еще с советских времен была туристическим центром для всего Союза. В последнее время в Южной Осетии также активно развивается туризм. То есть у нас открываются свои собственные турагентства. Я думаю, что данное соглашение даст дополнительный импульс, позитивный, положительный импульс для развития данной отрасли. Из-за продолжительных ливневых дождей река Басла снова вышла из берегов. Она вновь подтопила участок вблизи здания МЧС пожарно-спасательного отряда по охране города Сухум. Кроме того, здесь существует и другая проблема – образование оползней. О том, с какими сложностями столкнулись сотрудники МЧС и какие работы необходимо провести, нам рассказал начальник пожарно-спасательной части номер один по городу Сухум Рустам Ханагуа. В прошлом году были проведены работы по очистке русла администрации города Сухум. Берег был расширен, но однако происходит после каждого дождя подмывание русла реки. Вода начинает бить на нашу сторону, и берег за эти несколько лет, как бы, с прошлого года почти на 2,5 метра подмыло. Вы видите сами оползень, все меньше и меньше территории остается. В свое время мы могли здесь подгонять машину нашу для заправки ее водой. Был специальный пандус. Здесь цинкары лежали, более укрепленное было, но вода, вот видите, подмывает, как всегда. И с каждым разом все больше и больше земля начинает осыпаться. Если не укрепить землю, дамбу, хотя бы какую-то дамбу, сооружение нужно обязательно, потому что в будущем оно будет еще хуже и хуже. 24 июля в рамках международного благотворительного проекта «От сердце к сердцу» Культурно-благотворительный фонда «Шана» совместно с Московским Домом национальности открыли благотворительную выставку продажу искусства ради жизни в поддержку подопечных Культурно-благотворительного фонда «Шана» в Москве. Всего на выставке было представлено 20 художников и около 40 картин в разных стилевых направлениях с использованием разных материалов. Выставка в продаже «Искусство ради жизни» продрится до 9 августа. Любой желающий может приобрести работы. Каждая покупка – это надежда на выздоровление и спасение детской жизни. Фонд «Шана» за 7 лет собрал более 47 миллионов на 274 курса лечения. То есть это говорит о том, что некоторым детишкам далеко недостаточно всего лишь один раз пройти курс лечения, им требуется помощь. Снова и снова есть такие заболевания, с которыми человек вынужден жить всю жизнь, такие как синдром Дауна, детский церебральный паралич. Поэтому оказав помощь один раз, это не значит, что этим детям больше не нужна поддержка. Примите благодарность от имени посольства, от меня лично и правильно доставлено, что искусство ради жизни, вся наша жизнь, все, что мы делали, для того, чтобы жили хорошо. И в первую очередь, наверное, дети. Дети и те, кто особенно болеет, они заслуживают того, чтобы им было особое внимание. Фонд, выполняя задачи помощи тяжелобольным детям, одновременно пропагандирует историю, культуру, традиции Абхазии. В рамках ежегодного культурно-спортивного фестиваля «Абаза» в Черкесске прошел День культуры Абхазо-Абазинского этноса и День абхазского флага. Праздник собрал сотни людей. Среди них была и наша съемочная группа. Праздник был организован Ассоциацией содействия развитию абазино-абхазского этноса Алашара совместно с Всемирным Абхазо-Абазинским конгрессом и прошел в одном из крупнейших парков Юга России «Зеленый остров». На праздничные мероприятия были приглашены делегации из Абхазии, Кабардино-Балкарии, Ставропольского края, а также представители Абхазо-Абазинской диаспоры и Египта и почетный гость, посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Абхазии, в Витогритане, специально приехавшей из Италии. Сегодня день государственного флага Республики Абхазия. Я бы хотел поздравить весь абхазский народ, который сейчас находится в Абхазии и за ее пределами. Абхазская делегация состояла из 50 человек. Это спортсмены, начинающие журналисты, писатели, преподаватели из Абхазского государственного университета, а также представители международного объединения содействия развитию абхазино-абхазского этноса Алашера в Абхазии. Руководитель аппарата председателя Высшего совета Всемирно-Абхазо-Абазинского конгресса Кантания отметил, что такие мероприятия, несомненно, способствуют еще более тесному сближению представителей зарубежной диаспоры, проживающей более чем в 50 странах мира. Что такое наш флаг? Это символ, под которым и за который наши старшие сложили свои головы. Они под этим символом шли практически насмерть, отдали свои лучшие годы, всю свою молодость, свое будущее, свою жизнь. И сегодня мы, с одной стороны, обязательно празднуем, естественно, потому что наш символ, наш флаг – это светлое будущее в первую очередь. Но, с другой стороны, мы никогда не должны забывать о тех героях, которые сделали возможным, в принципе, все эти сегодняшние праздники и все это сегодняшнее веселье. Очень хорошо, что с каждым годом абхазская делегация растет количеством, качеством она всегда хороша. И в Абхазии люди, и вообще в других странах проживания нашей диаспоры, все наши братья и сестры должны видеть, что это наш общий символ, который всех нас объединяет. Это наша общая гордость и радость. И поздравляю весь наш народ с этим великолепным праздником. Гостей угощали блюдами национальной кухни. Попробовав блюда, все отмечали их исключительную свежесть, натуральный и вкусный вкус. Звучало много музыки. Старинные абазинские мотивы не оставляли никого равнодушными. Культурно-спортивный фестиваль «Абаза» проходит в Черкесске ежегодно. С каждым годом география его участников расширяется, а праздничная программа становится более разнообразной и масштабной. Сария Гварацхеля, Камила Кирвал, Александр Чернов, Абхазское телевидение. И в конце выпуска прогноз погоды. По сообщению гидрометцентра, в Абхазии ожидается облачная погода, временами дождь, местами возможен дождь с грозой. Температура воздуха ночью плюс 15, 20, днем 21, 26. Температура морской воды плюс 25. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин